Жители одного из микрорайонов Благовещенска хотят жить в городе. Казалось бы, странное дело. Однако ничего странного, как выяснилось, в этом желании нет. Моя коллега Галина Макущенко погрузилась в жизнь одной из городских окраин. Сейчас зайдем в аптеку, потом пойдем свежих газеток наберем, да? Вот, наберем, купим. Потом магазин. Ой, скажи, вы уже тут киоск нам построили. Походы на почту соседки планируют заранее. Прокладывают оптимальный маршрут, чтобы сократить дорогу. В строящемся микрорайоне пока нет в шаговой доступности необходимых объектов. Местные жители даже говорят, хотим жить, как в городе. Все рядом, все удобно. Пока же даже газетный киоск поблизости только в мечтах. Особенно тяжко приходится пенсионерам. Возраст уже особо не находишься. Тетрадки, журнальчики, сканвордики, ручечки. Все это нужно, все это необходимо в семье иметь. У кого-то ученики есть, тоже надо покупать. Для детей тоже ничего здесь нету близко. Все где-то в городе. Хорошо, что не вытащили газету бесплатную. Посмотрим, почитаем. Пенсионерки раньше выписывали газеты. Но, как рассказывают среди местных, здесь много любителей свежей прессы, которые не прочь забрать газету из чужого ящика. Забирают, а то и рвут, а то и подстилают, сидят, курят. За газетой, лекарствами, продуктами путь не близкий. В новом микрорайоне пока, кроме домов, ничего нет. Выходишь и ничего нигде. Сейчас поле начали обрабатывать. Все убирают, там дорожки делают. Все, дорога будет там. И тротуары будут. Все там будет хорошо, красиво. Но пока это все сделают. Нам как бы не хватает их автобусов. У нас не завязаны такие районы, как этот микрорайон. Там у нас находится и пенсионный фонд, и учебное заведение. Дети ездят, учатся. Ну и на работу люди ездят. Еще одна причина беспокойства местных жителей – отсутствие школы и детского сада. Живут в микрорайоне не только пенсионеры, много и молодых семей. Власти успокаивают. Все будет. Там будет все. Потому что предусмотрена строительство пятиэтажных жилых многоквартирных домов, встроено пристроенными помещениями именно общественного назначения. То есть это может быть и клубы, могут быть аптеки, могут быть какие-то учреждения, связи, какие-то почты. Уже известно, что в микрорайоне будет школа на 1200 мест и детский сад. Наполняемостью микрорайона соцобъектами заинтересованы не только жители, но и застройщики. Чтобы привлечь сюда жильцов, нужно создать все условия. Что касается автобусов, дополнительные маршруты – в перспективе. По мере застройки данного района мы его регулярно сейчас изучаем. Там есть у нас несколько домов, которые будут в ближайшее время вводиться в эксплуатацию в 2016 году. Сейчас активно, ну постоянно вернее, у нас работает и диспетчерская наша служба по этому району. То есть мы обслеживаем пассажиропотоки и уже для себя прорабатываем возможность введения каких-то дополнительных маршрутов. Для введения новых маршрутов необходимо дождаться, пока улицу Муравео-Амурского введут в эксплуатацию. Необходимо, чтобы дорога была обустроена по всем требованиям и предполагала использование ее общественным транспортом. Пока же по расчетам властей хватает действующих автобусных направлений. Тем более, что с открытием для общественного транспорта улицы Зеленой автобусы стали двигаться по новой, более удобной схеме. Впрочем, многие относятся с пониманием к ситуации. Так и говорят, микрорайон-то строящийся. Все надо, конечно. Ну, ничего, микрорайон как строится. Галина Мокоченко, Виктор Швецов, Антон Максимов, Амурская служба новостей.